Продолжаем. Итак, 1548 год. По личному ходатайству короля Эдуарда VI, который был приверженцем реформационных идей, Джон Нокс был освобожден из плена и даже приехал обратно в Англию, в Шотландию, где пытался тоже реформировать церковь, но позже на престол восела Мария I, сестра Эдуарда, яростная католичка, опять возобновились гонения на протестантов, и Ноксу пришлось бежать на какое-то время в Европу. Он едет в Женеву, в Женеве становится кальвинистом определенным в своих убеждениях, и он с друзьями создают то, что мы сегодня знаем под названием Женевской Библии. Это принадлежит им. Женевская Библия с комментариями на английский язык. В тысячу каком сейчас посмотрю, если у меня, я и с разными источниками пользуюсь. Ну это вот между 1554 и 1559, вот эти пять лет. 1554 и 1559. Перевод Библии на английский язык, Женевская Библия с комментариями. Хорошо, после этого он возвращается опять в Шотландию, и в это время страна стоит на грани гражданской войны. Половина католиков, половина протестантов. Едва вступив на землю Шотландии, он произносит такую страстную проповедь о грехе идолослужения. И опять, вот как про Саванаролу говорили, про него говорили, он был похож на ветхозаветнего пророка своими речами и своим поведением. После этой речи местные жители бросились крушить статуи, сжечь иконы и так далее. Повсюду шло разрушение аббатств, монастырей. Это было похоже, знаете, на революцию христианскую, на такую народную революцию. Множество церквей было опустошено, разрушили около 200 монастырей. Отменялись везде католические мессы, водились литургии Эдуарда вот этого Шестого, который поддерживал реформу в свое время. Католики были изгнаны, если не соглашались. И было принято протестантское исповедание. Было принято протестантское исповедание. Общинами управляли пресвитеры, церковное собрание такое определенное. Поэтому церковь свое название получила от этого, стало называться пресвитерианской. Но по своему вероисповеданию пресвитерианская церковь является католической и сегодня. Католической. Ой, кальвинистской. Извините, простите. Кальвинистской. По своему вероучению она становится кальвинистской. Хорошо. В 1561 году власть в Англии переходит Марии Эстюарт. И она такая, она очень красивая и умная женщина была, но чувственная, суетная, мелочная и любила светские развлечения, граничащие с грехом. Мария Эстюарт. Нокс стал ее первейшим врагом заклятым. Как только она прибыла на английскую землю с Европы, он встречал ее и встретил ее. Первая проповедь его была, называлась так, первый трубный звук против чудовищного управления царства женщин. В этой проповеди он назвал ее Изавелию, всеми делами, все расставил сразу на свои места. И она так старалась от него держаться подальше. Она его приглашала к себе во дворец, хотела расположить непримиримого царства. Говорит, приходите, пожалуйста, хочу с вами пообщаться. А он говорит, приходите лучше вы в церковь послушать мои проповеди, если желаете обратиться на путь истинный. И он проповедовал везде, Божий избави нас от тирании и блудницы. Как встречал ее, в глаза ей все говорил. И она говорила, что больше боялась, больше, чем армии Франции, она боялась молитвы, проповеди Инокса. Она за это очень сильно переживала. Он такой дядька был. Допустим, однажды он возвращался из кабинета королевы и встретил красивых придворных дам, раскошно одетых. И вот что он говорит, как вы красивы теперь. И они, наверное, сразу подумали, что это комплимент. Но надо было дальше послушать. Он говорит, а ведь будет время, когда тела ваши станут грязью, а нежные души оказываются в когтях чертей. Вот это вот его стиль проповеди. В общем, слава Богу. Хорошо. Хорошо. Умер он в 1572 году. Да, умер в 1572 году своей смертью Джон Окс. И говорят, что в последнюю минуту, когда его спросили, он лежал на смертном Андрея, надеетесь ли вы, у него не было сил говорить, он поднял палец и показал вверх. Что типа да, все, домой. Пришло время, домой. 1572. 1572. Слава Богу. Хорошо. И 1572. Нельзя не отметить во время реформации еще одно движение, которое не относилось к движениям реформатов или протестантов. Это движение анабаптистов. Движение анабаптистов. Анабаптистов. Интересно, и сегодня идет определенный спор, откуда взялось евангельское движение. И, как некоторые говорят, что евангельское движение ближе скорее анабаптистам, чем протестантам. Анабаптисты. Анна, по-моему, через А, если я не ошибаюсь, переводится как перекрещенцы. Перекрещенцы. Если баптист – это крещеный, да? Анабаптист – это перекрещеный. Или крещеный еще один раз. Это был период такой абсолютной религиозной свободы в Европе, когда стали появляться всевозможные группы. Одна из них, мы говорили про Томаса Мюнцера, такая революция христианская. Появлялись группы анабаптистов. Сразу можно ответить, что, во-первых, анабаптисты изначально не были одним большим единым движением сформированным. Они были небольшими разрозненными группами и даже отличались друг от друга по учению, поведению и так далее. Второе, что можно сказать про них – они не делали упор на учение столько, сколько делали упор на внешность жизни. Конечно же, они отрекались идолов, они полностью отвергли католицизм, пошли, если говорить о них, то они были более даже радикальны в реформации, чем лютеране, кальвинисты, так далее, просвитариане, цингвилиане. В конце концов, они доходят до убеждения, что необходимо принимать крещение по вере, то, до чего остальные протестанты не дошли. Они сегодня, если вы знаете, крестят младенцев, это у них осталось католицизм. Они стали перекрещивать людей в взрослом возрасте. Интересно, что они вызвали на себя реакцию и недовольство как католицизма, так и протестантов. И были гонимы, подвергаемы казням, уничтожением как со стороны католиков, так и протестантов. И даже было время, когда войска католиков и протестантов объединялись, чтобы сражаться против аннобаптистов. В большинстве своем аннобаптисты были такие посвященные люди. А есть, кстати, книга Нокса о мучениках. И он там достаточно положительно о аннобаптистах говорит. Интересно, что на самом деле это люди, они больше ставили упор на Божьем переживании, на святости. На самом деле видно, что Бог был в жизни этих людей, хотя учение у них не было сформировано, какое-то глубокое, как у лютера. Знаете, я думаю, что это были две половинки реформации, которые должны были соединиться воедино. Были те, кто говорили о учении. Самое интересное, что среди протестантов были люди, абсолютно знающие учения, держащиеся, допустим, правильного учения. Но их образ жизни оставлял желать лучшего. Среди протестантов, особенно среди знати, были и блудники, и хищники, и кто угодно. Эти же, допустим, не очень двигались в учении. Ну, просто не было цели разбирать, а была цель освящаться. И если эти два течения было смешать, как коктейль, перемешать, объединить, я думаю, могли бы быть положительные результаты. Но, тем не менее, вот определенное разделение было. И интересно, что видно, что Бог вдохновлял анабаптистов, потому что, знаете, даже место казни они использовали как момент проповеди. И проповедовали на костре, во время казни, проповедовали так вдохновенно, что люди обращались. Я вам, чтобы вы себе представили о том, что действительно Бог говорил через них сильным образом, я вам расскажу такой исторический факт, приведу, что их, чтобы они не проповедовали во время казни, даже католики придумывали специальные штуки такие, им тиски на язык такие металлические привязывали, чтобы они не могли говорить. Распорки железные ставили в рот, такие специальные придумывали, чтобы они не могли проповедовать. О чем это говорит? О том, что их предсмертные проповеди очень сильно боялись. То, что их казнили, а остальные люди обращались, представьте себе. Одного анабаптиста зажаривали на вертеле, то есть мученической смертью, медленной такой заставляли умирать. У него были еще силы, он шутил и говорил, ну с этого Бога я достаточно поджарился, переворачивайте, давайте меня уже. И в это время еще и проповедовал, представьте себе. Был случай, когда за одним анабаптистом гналась полиция католическая тайная, и один жандарм его уже догонял, а он бежал по весеннему льду и пробежал, а жандарм упал и стал тонуть. И вот она, свобода, все, беги. А сзади еще были преследователи. Что он сделал? Он вернулся, спас этого человека, был пойман, был казнен, но положил свою жизнь за ближнего своего, насколько близкого. Конечно, на того жандарма это произвело впечатление, и вроде бы он тоже обратился к Богу. Слава Богу. Хорошо. И, конечно же, они претерпевали мученическую смерть за свою веру. И что можно еще сказать? Конечно же, и в анабаптизме возникли крайности. И было движение пророков, которые потом, как оказалось, не очень-то были пророками, которые повредили их репутацию. Возникло вообще движение анабаптизма в Швейцарии, и потом проникло в Германию, а также распространилось потихонечку по всей Европе. В Моравии, то есть в Чехии, в Европе был известен один анабаптист, Балтасар Губмайер его звали. И он лично только бывший католический священник, Балтасар Губмайер, который лично крестил 6 тысяч душ. В конце концов, его пытали вместе с его супругой, его сожгли на костре, а супругу утопили. Среди баптистов появляются, в Голландии тоже распространяются анабаптисты, и среди баптистов голландских появляются несколько пророков. Апостол Иоганн Болькинсон, который считал себя апостолом, Иоганн Болькинсон, и пророк Ян Матизен. Апостол Иоганн Болькинсон и пророк Ян Матизен. Они приходят в город Мюнстер немецкий, проповедуют там, развивают бурную деятельность и, по сути, занимают руководящую позицию. Их авторитет растет не по дням, а по часам, все захвачены их новым учением, и весь город, по сути, переходит в ряды их почитателей. Раны даже сам бургомистер города. В конце концов, они создают там такой анабаптистский режим. Они отличаются от других анабаптистов тем, что основные анабаптисты, они были пацифистами, то есть не брали в руки оружие, а это были, во-первых, воинствующие анабаптисты, которые также использовали оружие, использовали казни. Кроме того, что они разбили все алтари, церкви и перекрещивали всех граждан города, они крестили даже несогласных, насильно, как это в свое время делали, допустим, католики с язычниками, если вы помните, или на Руси православные. Также они пророчествуют, они установили теократию, они пророчествуют, что Христос скоро придет, восядет на престоле в этом городе, а они сядут один по правую, другую по левую руку. И в этом уже видны лжепророчества. Своими пророчествами они пытались укрепить свою власть. Мало того, еще один момент, они вводят полигамию, то есть многоженство, основываясь на Ветхом Завете. И это тоже, ну, не мормоны, такая вот крайность в анабаптизме. В конце концов, произошла трагедия, город был взят совместными войсками католиков и лютеран. Их сняли, тирания была уничтожена, их убили, многие анабаптисты в то время погибли. И это вызвало реакцию другой части анабаптистов, которые были пацифистами. Им пришлось бежать в Голландию опять. И в Голландии движение анабаптистов возглавляет человек, бывший тоже католический священник, по имени Мено Сименс. Мено Сименс. Мено Сименс. И интересно, если до этого движение анабаптистов было таким раздробленным, не единым, у них не было учения, у них не было какого-то богослужения, ритуала, что ли, то Мено Сименс все это дает этому движению, формирует его, и в честь него они начинают называться Менониты. И до сих пор есть церкви Менонитов. Там братские Менониты, там еще другие, и так далее. Мы говорили о реформации в Шотландии, но Шотландия это лишь часть британского острова, а в это время в Англии также происходит определенная политическая реформация, и официальной церковью в Англии становится Англиканская церковь. Англиканская церковь. Большую роль в этом сыграла королева Англии Елизавета Первая. Елизавета Первая. Ее мать была протестанткой, она от нее получила евангельское воспитание, и когда взошла на престол, отпустила из заключения всех узников за Евангелие и приступила к реформе церкви. Видя, что Англия на грани раскола между гражданской войной, между католиками и протестантами, она собрала и тех, и других, и говорила, послушайте, нам наш народ дороже, страна дороже, давайте сделаем определенные реформы, и нам нужна наша английская церковь, которая бы не зависела от римской. На эти уступки идут и некоторые католические священники, и протестанты. Они реформируют ритуал церкви, вероучение у них практически кальвинистское в англиканской церкви. И англиканская церковь на сегодняшний день представляет из себя смесь католицизма и протестантизма. Смесь католицизма и протестантизма. И Папа Римский в ответ отлучает Елизавету от церкви. Смесь католицизма с протестантизмом. Смесь католицизма с протестантизмом. В дальнейшем из англиканской церкви выходят такие следующие движения, которые недовольны, то, что церковь не реформировалась радикально. Это пуритани, то есть чистые от слова пур, чистые. Нонконформисты или несогласные. И потом образуются также общины, которые называют себя индепенденты, то есть независимые. И конгрессионалисты. От слова конгрегация или община. Пуритани. Пуритани, нонконформисты. Пуритани, нонконформисты. Индепенденты независимые. Ну, вы можете не записывать ни вопроса свои. Да, но не в честь них. И конгрессионалисты. От слова конгрегация или община. Интересно, мы говорили, что во Франции тоже были настроения такие, да, протестантские. Но происходит, во Франции происходит жестокая борьба между католиками и протестантами. И одним из решающих и таких ярких событий этой борьбы является то, что мы знаем под названием Варфоломеевская ночь, да? Слышали, наверное? И берет начало события, которые называются гугенотские войны. Гугеноты – это французские кальвинисты, по сути. Они исповедуют учения Кальвина во Франции, назывались гугенотами. Варфоломеевская ночь произошла с 23 на 24 августа. Варфоломеевская ночь произошла с 23 на 24 августа 1572 года. 1572 года. Когда в Париже были убиты почти все присутствующие там гугеноты, в том числе и высокого положения достаточно. Гугенотские войны. Слава Богу. Хорошо. Происходит следующее. Происходит следующее. Католическая церковь должна как-то реагировать на реформацию. И в католицизме возникает движение, которое мы называем контрреформацией. Или история называет контрреформацией. Контрреформацией. Нужно было как-то отреагировать, нужно было что-то делать. Католическая церковь всюду теряла свои устой, бастионы. Поэтому нужен был какой-то ответ. Нужна была какая-то свежая струя, что ли. И возникает движение, которое называется контрреформация. Да. Нет, католики против протестантов. Католики вырезали протестантов. И причем так интересно, не всегда было понятно, кто свой, кто чужой. И подобно, как в Альбегойских войнах такое прозвучало. И здесь такое звучало, что вы давайте всех, короче, убивайте. И Господь разберется, кто его, короче, там на небесах. Хорошо. И одним из флагманом контрреформации стал орден иезуитов. Слышали о нем, да? И мы немножко о нем поговорим. Основателем ордена был человек по имени Игнатий Лайола. Игнатий Лайола. Орден иезуитов. Игнатий Лайола. Игнатий Лайола. Настоящее его имя Игнасио Лопес. Можете не писать. Но это не из мексиканских сериалов, нет. Он испанцем был на самом деле. Орден иезуитов. Иезуиты. Иезуиты. Противное слово? А чего? Ну это так, ассоциация просто. Родился в 1491 году. Игнатий Лайола. Орден позже родился. Игнатий Лайола. Орден, основатель ордена иезуитов. Флагман контрреформации. Родился в 1491 году. В 1491 году. Он родился в очень известной семье, аристократической, но обедневшей. И даже нечем было кормить детей порой. И в 13-летнем возрасте его отдают на воспитание к его крестному отцу. А тот был королевским казначеем. Ну теплое место, хорошее. И он становится пажем при короле Испании. Мальчик становится пажем. Потом делает хорошую военную карьеру. Участвует в определенных войнах там поместных. Блестящий офицер. Показывает себя талантливым военным. Очень смелым. И он такой гуляка тоже, знаете, такой гусар. И планы у него на жизнь. Добиться военной карьеры, стать генералом. Но тут вдруг в одном из сражений его ранят в ногу. И даже... Он долгое время лежит в госпитале. И даже, может быть, ему говорят, что он не сможет ходить. И вот в это время на больничной койке его пыл охладевает. Он начинает пересматривать свою жизнь. Начинает задумываться о Боге. И читает житие святых. Особенно Франциска Азийского, Святого Доминика. Те, кто образовали ордена монашеские и нищенствующие. Вы помните, да? Они, конечно, влияют на него. И он посвящает себя служению Христу. Оставляет семью родительскую. Он уже начинает ходить, восстанавливается. Но так всю жизнь не хромает. На всю жизнь остаются хромы. Восстанавливается. И поступает в монастырь бенедиктинцев. Проводит дни в молитве, покаянии, просит подаяния, терпит насмешки взрослых и детей. Ходит в рубищи, а под рубищем вешает на себя камни и металлические предметы, как бы в уничижении плоти. Знаете, наверное, да? Видели, слышали. В фильмах, может быть, видели. Находит скалистую пещеру, уединяется там, какое-то время долго живет там, молится, постится и пишет производение, которое называется «Духовные упражнения» из своего личного опыта. Духовные упражнения. Потом говорит, я хочу идти в Русалин, проповедовать Слово Божье евреям, мусульманам. Ему говорят, ты не сможешь, ты языка элементарно не знаешь, но он, знаете, в таком мистическом порыве все-таки туда отправляется. Доходит до Венеции и пытается проповедовать в Венеции, а люди над ним смеются только. И тогда местные монахи, они ему объясняют, что он невежда в вере, он нигде не учился, ничего не знает. И, конечно же, люди не воспринимают его. Он соглашается вроде бы с этим, едет обратно в Барселону и там в 33-летнем возрасте поступает в школу. Ему 33 года, он поступает в школу, учится вместе с известными, детьми известных граждан. Изучает латынь в том числе. Упорным трудом все-таки он заканчивает школу, получает магистра. И какое-то время у доминиканцев в ордене занимается богословием. Но все-таки не оставляют его мысли о паломничестве в Палестину, проповедь среди языческих народов, среди мусульман. И в 1537 году фактически рождается орден иезуитов. Фактически рождается орден иезуитов. В 1537 году у него появляются первые девять последователей, которые смотрят на него, как на такого вот человека военного, что ли, да? В 1537. Он с этими учениками едет на благословение к Папе Римскому. В чем сама философия ордена? Сама философия ордена в абсолютном подчинении Папе Римскому. Папа Римский вообще был противником новых орденов, так же, как и новых канонизированных героев. Но эти ему понравились. Сам устав ордена складывался следующим образом. Так как Игнатий Лойола был бывший военный, и орден был по такому же принципу создан. То есть там он делился на несколько частей посвящения. Были послушники, были уже миссионеры. Там определенная была структура. Но твой наставник для тебя был все равно, что Бог тебе говорит. И они давали несколько обетов. Обет бедности, обет безбрачия и обет послушания один из самых важных обетов. То есть нравится, не нравится, если тебе сказали, ты должен послушаться. Орден иезуитов стал одним из самых известных в мире. И слово иезуит в дальнейшем тоже такую окраску приняло негативную. Почему? Потому что именно иезуитам принадлежит фраза, которую сегодня мир использует. Они говорили, святая цель оправдывает любые средства. И они хотели как бы возвращения статуса католицизма. И поэтому шли на любые пути, любые использовали методы, чтобы вернуть авторитет католицизму. Но знаете, нужно отметить интересный такой момент. Со временем иезуиты были очень высокообразованы так, что их использовали на уровне послов в другие страны. Они были очень посвящены. У них ничего не было, что принадлежало бы им. Все принадлежало ордену. И на самом деле среди них были люди, не боявшиеся смерти, не боявшиеся трудностей. И на тот момент, когда никто не занимался миссионерством, даже протестанты не занимались миссионерством, иезуиты были миссионерами. В Латинской Америке, в Китае, в Японии, в Индии. Многие из них умирали, отдавали свои жизни за это. Ну, за Христа или за это, не знаю. Если вот есть фильм с Робертом Де Ниро «Католическая миссия» или просто «Миссия» называется. Если вы не смотрели, посмотрите. Там интересный момент как раз вот ордена иезуитов касается и проповеди среди индейцев. Посмотрите. Миссия. Миссия. С Де Ниро. Там, где он был работорговцем, потом покаялся и становится монахом. Потом всех убили там почти в конце, кроме детей. Посмотрите. Очень интересный фильм. Он как раз охватывает вот этот вот период истории. Интересный момент, что был такой иезуит Ксавье. Я чтобы вы просто представили, поняли. Был такой иезуит Ксавье. Он приехал в Японию на остров Кюсю. Слышали, наверное, есть такой остров. Когда он приехал туда, там не было ни одного христианина. Находился там какое-то время. Когда он уезжал, почти весь остров вышел провожать его. И до сих пор этот остров католический в Японии. Представьте себе. Японцы католики. Весь остров, население католическое. Ему удалось обратить их в веру. Как пример для себя это можно взять. Пример посвящения именно. Пример целеустремленности. Мы не берем их учения сейчас. Мы смотрим на моменты посвящения в жизни этих людей. Хорошо. И также одно из явлений контрреформации. Коротко мы начнем и закончим. Это человек по имени Корнелий Янсений. Корнелий Янсений. Человек по имени Корнелий Янсений. И когда мы с этим закончим, мы уже перейдем к современной церкви. И завтра мы уже будем говорить о современной церкви. Корнелий Янсений. Такой оригинальный католический богослов. Родился в 1585 году. В Голландии. Родился в 1585 году. В 1585 году. Некоторые идеи протестантизма где-то ему нравились. Но он не одобрял крайности реформации. И он не был за раскол. И оставался посвященным католикам. Всю свою жизнь. На него оказал влияние в свое время работы Блаженного Августина. И по сути он называет его светочем в своем служении. Работы Блаженного Августина о благодати, о спасении по благодати. Мы говорили, что Блаженный Августин был поборником благодати. Амин. Тогда как в то время ордены езуитов были больше склонны к учению Пелагия. Помните, монах британский, который говорил, что человек делами может заслужить святость, да, осветиться и заслужить Царство Небесное. Иезуиты делали упор на делах, на церкви, в связи с этим спасение. Он же о спасении говорил больше как протестант. При этом оставаясь католическим священником. Интересный момент, что... Везде, где проповедуются о благодати, я думаю, следует ждать определенного пробуждения. И у него были последователи, своеобразное такое мистическое духовное пробуждение в католицизме. Они верили в сверхъестественные вещи, они молились за больных. Даже к этому движению присоединился со временем ученый Блес Паскаль. Слышали, наверное, о нем, да? После чего он как бы обратился... Его сестра была исцелена от смертельной болезни среди них и в их среде. И он обратился, стал христианином именно благодаря, ну, янсению и его последователям. Центр янсинистов был в монастыре Порт-Рояль. В монастыре Порт-Рояль. Там было училище у них свое. Скажем так, офис, как по-современному говорите, да? И, конечно же, он находился в постоянных стычках с иезуитами и с людьми в католицизме, учение которых было больше похоже на учение Пелагия. В конце концов, янсений и его последователи были отлучены от церкви. Они были гонимы, и им пришлось бежать из страны. Они бежали в Голландию. Это произошло в 1724 году. В 1724 году. Ой, прошу прощения, в 1706. В 1706. В 585. Наверное, да, нет, нет, нет. Наверное, к тому времени, я не знаю всех подробностей, наверное, к тому времени уже его продолжатели делали это. Может быть, и его самого не было в живых. Но в 1706 году окончательно их движение отлучили от церкви. Вот так вот напишите. Потому что после него оставались последователи. В 1709. Я говорил 6-м, 9-м. В 1709 году монастырь закрыли. В 1709 году. Вот. Монастырь закрыли. Училище закрыли. Их отлучили от церкви. И они стали преследоваться. В 1709 году. К тому времени инсения, наверное, уже и не было. Его последователям пришлось бежать в Нидерланды, в Голландию. Где они проповедовали свое учение местному католическому епископу. И самое интересное, что он принимает это учение. И в 1724 году они создают там как бы автономную католическую церковь, скажем так. Она называется Утрихская церковь. Не обязательно писать это название. Они до сих пор существуют. Она является государственной церковью в Голландии. Они считают себя католиками. Но по учению они последователи инсения. И католическая церковь официально их не признает. То есть вот такой вот интересный разворот событий. Слава Богу. Хорошо. И коротко еще расскажу. Одним из, скажем так, реформаторов в Англии, также мы упомянем о нем, был человек по имени Оливер Кромвель. Он был также и политическим деятелем. Наверное, в истории вы слышали о нем. Человек по имени Оливер Кромвель. Он принадлежал к конгрессионалистам. То есть тем, где людям, которые пошли дальше реформ англиканской церкви и жизнью церкви там вся община управляла. То есть, допустим, если у пресвитерианцев это группа людей, старейшин управляет, да, у крегационалистов вся община принимала решение, как общее собрание, голосовала. Они пастыря там назначали, снимали его, да, демократическая такая вот община. И он был выходцем из такой общины. Он к ней принадлежал. Получил строгое пуританское такое воспитание. И, конечно же, он был глубоким знатоком Библии. Очень хорошо знал Библию. Со временем его выбирают в английский парламент. И он возглавляет там оппозицию. Со временем его выбирают в английский парламент. И он возглавляет там оппозицию. Рано или поздно произошло событие. В Англии вспыхнула гражданская война. И он возглавляет, является одним из видных деятелей этой войны. Как оппозиционер. Когда английский король терпит поражение, это Карл Первый, Англия становится республикой на какое-то время. Англия становится республикой. И в то время парламент в Лондоне состоит исключительно из конгрессионалистов. И его называют парламент святых. Парламент святых. Каждое заседание парламента начиналось с богослужения. Все речи носили характер проповеди. Они молились. И все законы содействовали, как они говорили, созиданию Царства Божьего. То есть, конституцию свою они пытались оформить по Священному Писанию. По Священному Писанию. Ну, такой парламент святых недолго существовал. Кромвель потом распустил его и стал единоличным правителем Англии. Как в свое время сделал Наполеон. Но, тем не менее, он эту власть сохранял до самой своей смерти. Но, тем не менее, он одна из самых интересных личностей в истории. И говорят о нем, что он пытался управлять Англией с Евангелием в руках. Пытался управлять Англией с Евангелием в руках. Идем дальше. И напишите так. Рождение современного баптизма. Рождение современного баптизма. Рождение современного баптизма. Основателем баптизма современного является человек по имени Джон Смит Человек по имени Джон Смит Он возглавлял группу людей, которые вышли из конгрегационной церкви Потому что конгрегационалисты еще крестили детей А они пришли к выводу, как и анабаптисты, что креститься нужно во взрослом возрасте И они были преследуемы Смотрите, такой интересный момент, что движения, которые были такими прогрессивными духовно В свое время, заняв правящее положение, начинали гнать тех, кто с ними был не согласен или верил по-другому Лютеране, которые умирали, кальвинисты, которые умирали, потому что исповедовали свою веру перед католиками Были гонимы, укрепив свои позиции, гнали анабаптистов Католики гнали англикан, англикане гнали потом пресвитарианцев, пресвитарианцев Конгрегационалистов, конгрегационалисты-баптистов Представьте себе, сколько это будет длиться вообще Никого не гоните, ладно? Пусть Господь сам разберется с людьми, если что Что-что? Да? Ну придет время, все изменится Будьте готовы, кого-то принимают Хорошо, у нас тоже по-разному Аллилуйя И за гонение ему приходится с группой людей бежать в Голландию Знаете, чем хвастаются голландцы? Они говорят, на нашей территории никогда не было никаких гонений Ни по религиозным убеждениям, ни по политическим, ни по каким другим И они этим, церковь в Голландии, современной евангельской, этим хвалятся Ну, но там как бы и распущенность своего рода То есть у свободы есть другая крайность Там вы на улице свободно увидите трансвестита Гомосексуалистов себя позиционирующих, пропагандирующих Красные, улица красных фонарей Не только там, эта улица красных фонарей, она где-то на краю города Ну и в центре есть подобные заведения Вы зайдете сегодня в кафе Если вы заходите в кофешоп У них там разные названия Есть кофехаус, кофе там еще какие-то А есть кофешоп Если вы заходите в кофешоп, будьте готовы, что там продают кофе с наркотиками Короче, вот название кофешоп, все, там наркоту продают обязательно А? Цена? Не пробовал, так, слышать слышал, пробовать не пробовал, не знаю Так что, если когда окажетесь в Голландии, будьте аккуратны, осторожны Кому что, да, мне рассказывал брат один, зашел в, он сам английский, хорошо знает, зашел в гипермаркет, смотрит распродажа дисков DVD Там куча такая лежит, там копеечная Он подходит, думает, о, ну возьму английский Он, жена, понимают А он говорит, там мультики детские в перемешку с порнографией То есть свободно В Голландии, вернее, нет статьи за проституцию, нет статьи за легкие наркотики, изготовление, употребление, продажа Нет статьи за изготовление и распространение порнографии И даже нет статьи, если я не ошибаюсь, за педофилию И поэтому многие снимают порнографические фильмы именно на территории Голландии Почему? А нет такой статьи, представьтесь Не было гонений, но с другой стороны есть другая крайность Хорошо, мы идем на перерыв и потом договорим об оптике